доброго дня мы проводим сейчас трансляцию в фейсбуке пожалуйста кто видит трансляцию дайте информацию сколько какая слышимость я пока сделаю репост в нескольких нашей группы напишите пожалуйста какая слышимость так вижу уже люди подключаются еще раз просьба указать как она слышно так слышно вроде бы нормально да я буду уже тогда на компьютере отслеживать если будет проблема с слышимостью пожалуйста указывайте друзья мы давно не бачилась дуже давно то и в принципе я думаю всем разумело чуму 3 марта 2018 года наш революционный лагерь на грушевского был разогнан для этого были стянуты силы практически в 2000 человек спецпризначенцев нацгвардейцев и наша смелая сотня хлопцы которые девчата там трималась и там было больше семидесяти плюс кияне то есть там 100 чем-то получили травмы разной степени тяжести были избиты арестованы и после этого образовалась некая пауза потому что всем разумело что дальше так двигаться как мы двигались уже было невозможно поскольку дальше что оставалось уже стрелять только и нужно либо было с этим согласиться либо из поискать уже какие-то другие варианты к борьбе ну и эти три месяца я считаю что прошли не зря достаточно плодотворно давайте начнем наверное с благодарности я хочу поблагодарить всех тех кто был на грушевского всех тех кто стоял там приходил раз день раз неделю кто жил там кто петрымовал посты руховызывания кто жертвовал гроши кто просто приходил петрым это кто хвливался тому что то что сегодня приняли закону про антикоррупционный суд это в том числе ваша заслуга полтора года вся эта эпопея длилась порошенко сначала рассказывал о том что дескать только в африканских странах только в африканских странах есть подобные вещи значит что нам антикоррупционный суд никого не нужен начинал рассказывать о том что мы сами разберемся потом предлагал сделать какую-то палату в высшем но верховном суде ну и первый удар по нему серьезный был это четырехмесячной эпопея с революционным лагерем грушевского одним из требований у которых было принятие закона про антикоррупционный суд это что 1 марта этого года этот суд был проголосован в первом чтении это заслуга прежде всего людей которые не побоялись и вышли на улицу с протестом и это кстати подтолкнула порошенко авакова к решению разогнать лагерь потому что они видели что депутаты постепенно начинают слушать то что им говорят и понимают что это реальная опасность это реальные люди и сегодня проголосовано было уже в целом сразу хочу сказать я поверю в то что это действительно механизм это действительно помогает очистить наше общество коррупции только тогда когда я увижу судебные приговоры по министрам по депутатам по прокурорам по тем кто разворовывает армию по порошенко но я оцениваю достаточно высоко то что сегодня произошло потому что то все но что на фронт прорвалась машина такая машина колонна машин с патронами со снарядами идет борьба активной части гражданского общества с властью воров с властью олигархов за то чтобы у нас была нормальная держава в которой люди могли бы счастливо жить не бежать в польшу в чехию там в америку для того чтобы заработать все на жизнь для того чтобы воры сидели в тюрьме а во время войны не было такого что солдаты воюют их семьи собирают последние на армию а тут же депутаты министры прокуроры президент строят дворцы зарабатывают деньги происхождение которых они не могут объяснить ну и которые наверное завидуют уже у нас арабские шейхи и фактически то что сегодня произошло это очень серьезный инструмент нам на будущее конечно он нам не решит всех проблем конечно порошенко будет пытаться атаковать набу будет пытаться через аудитора это сделать затянуть это все максимально но в плане держава творчества в плане процессов державных это очень хорошо но я не переоцениваю то что у меня произошло потому что нам еще предстоит очень серьезно побороться они сами себя в тюрьму не посадят поэтому если честно я больше верю в расстрелы если честно но я понимаю прекрасно что общество состоит не только из таких как я не только из таких как мои побратимы боевые они состоят из многих людей которые но является и гречкосеями и учителями и врачами и людьми абсолютно скажем так других гражданских мирных профессий поэтому ну я это тоже учитываю поэтому говорю сейчас не только про насилие но и про держава творче процесс значит что изменилось за три месяца ну в области как я уже сказал наших требований была акция по закону о выборах и сегодня приняли закон про антикоррупционный суд напоминаю что за время нашего нахождения на грушевского практически все наши требования были выполнены в первом чтении были приняты законы и сегодня пришла информация о том что закон про снятие неприкосновенности о том что это отменяется скасовывается тоже прошел публично успешно смотрины в конституционном суде то есть конституционный суд одобрил сказал что он конституционный то есть закон по выборам принят в первом чтении проводили недавно акцию по закону выборах закон про снятие неприкосновенности принят первом чтении и уже одобрен конституционным судом и закон про антикоррупционный суд приняты в первом втором чтении и еще раз понятно что роль международных наших партнеров роль мвф она очень важна тут понятно что шантажом дам не дам кредит мвф очень много они сделали но они это сделали после того когда увидели что народ украины может и хочет бороться с коррупцией когда увидели что выходят люди на грушевского когда увидели что происходит акции что общество не спит что им не байду же поэтому еще раз низкий всем поклон тем кто был поддерживал переживал и прочее прочее дальше штаб вызывания патриотов за три остальных месяца штаб вызывания патриотов достаточно серьезно прочевал что мы сделали разваливается сейчас дело дело против гала и бека если вы помните друг гал и друг бег были похищены во время нахождения своего на грушевского их обвинили в вооруженном ограблении обвинили в том что они якобы там год назад рейдерские нападения на кого-то в чинял и но по ним сейчас идут суды их сначала выпустили сизо потом адвокаты большое им спасибо добились того что они вышли под домашний арест и часть них и домашний арест и сняли друг хаммер еще пока находится под домашним арестом он тоже надеемся вытащить ближайшее время александр брест-федорченко народный герой украины которая если помнить на суде у труханова стрелял когда его начали избивать ногами беркутня и ранил легко ранил в хорошее место командира роты беркута по нему тоже есть изменения он женился хочу поздравить его еще раз пользуясь моментом и хочу сказать что я подозреваю что по нему решение о домашнем аресте о ночном домашнем аресте то есть он днем может быть свободным а ночью приходить домой принято не просто судом а под давлением его новой жены я прошу прощения под давлением его жены которые мы все тоже поважаем и рад за них потому что ну пусть человек отдохнет побудет семьей побудет дома по нему сделана экспертиза по которой выяснилось что и аваков и прочие товарищи когда кричали что подстрелили полицейского что они просто врали на самом деле там не средней тяжести там легкой тяжести ожидаем суда что у нас еще интересного ну брали на поруки ивана бубенчика известного вам майдановцам и штаб вызвания патриотов у нас еще сейчас занимается тем чтобы полностью противить все требования в том числе и в европейском суде всем должным лицам которые разгоняли грушевского сейчас как выяснилось за три месяца никто никому не предъявил никаких претензий по гранатам помните историю кричали что гранаты там нашли три месяца никто никому претензий вообще никаких не предъявил потому что гранаты были просто подкинуты сейчас мы выяснили что сбу идет расследование что невозможно установить кто участвовал в этом нападении они были все в балаклавах и все отрицают все боятся пишут это не мы это не мы это не мы то есть какие-то призраки невидимки но все но этому будет логический конец я хочу чтоб те кто выполняли злочинные наказы понимали что они все у нас уже установлены и вам твари будет мало места когда сменится власть когда власть будет про украинская я вам лично это обещаю поэтому я рекомендую сейчас максимально нам помогать приходить с повинной и не повторять подобных вещей дальше по поводу блокады торговли на крови это еще один проект который продолжается мало кто знает что до сих пор до сих пор работают спосторожный редут на бахмутской сечи редут на бахмуте где уже больше года находятся наши хлопцы ветераны батареона донбасс мы их ласково называем с дичавилами то бишь одичалами потому что ну слушайте они там уже и выращивают себе сами там редиску и большое спасибо волонтерам что помогаете с провизией они до сих пор на этом редуте находится и отслеживают чтобы не было торговли через линии размежевания через линии размежевания сейчас торговлю вагонами нету сейчас я так понимаю контрабанда есть там автомобильная но мы автомобильные пути не имеем возможности перекрыть то есть хлопцы больше года уже в помощи волонтеров находится там спостригает все это крайне большая размова про блокаду я поэтому хочу сказать что вы можете указывать в комментариях свои вопросы я все вопросы суммирую и завтра в это же время выйду тоже в эфир отвечу просто на все вопросы на любые пожалуйста теперь что интересно у нас по силам обороны украины помните мы с вами говорили о том что хватит уже давать возможности беркут не давать возможности этим всем сердюкам избивать разгонять патриотов почему их называю сердюками они функцию выполняют большая часть вот этой полиции который туда сгоняет сбу прокуратуры они не следят за соблюдением закона они не оказывают сервисные услуги людям по безопасности они сердяки они наемные служащие они охраняют покой олигархов их возможность воровать за ваш счет покой овакова покой луценко покой порошенко покой грязака покой тысяч судей прокуроров депутатов которые просто высасывают всю кровь из нашей страны эти сердюки когда они избивают надев балаклаву когда потом услужливые сми заливают все дерьмом они думают что это будет продолжаться вечно это вечно продолжаться не будет нам необходимо иметь возможность защитить право людей на мирный протест иметь возможность защитить право людей на жизнь обратите внимание сколько сейчас последнее время нападений происходит на активистов в одессе и на сергей стриненко напали с ножом нанесли ему ножевые ранения до этого нападали на хлопцев на киборга и жители россии руководитель этой банды спокойно уехал из страны с молотком нападали повредили вы достаточно серьезно недавно еще одно нападение на человека который тоже в одессе кинул вызов труханова убийство самоубийство повешение ну ребят давайте наверное хватит этого кроме того кроме внутреннего врага у нас еще есть враг внешний это принципе одно и то же потому что власть кредиев и олигархов она очень серьезно связана с российской властью общее прошлое в них общий бизнес общее отсутствие совести общие принципы и способы обманы своих народов и я не исключаю что когда мы прижмем серьезно коррупцию когда порошенко поймешь что он окончательно теряет власть что будет серьезно нападение со стороны путина более серьезно я не питаю иллюзий как все поведут руководство генштаба как все придет руководство инших силовых структур я думаю что будет еще хуже чем четырнадцатом году я абсолютно не скажем так умоляю героизма я преклоняюсь перед гризом наших солдат офицеров но все но командование командование может самого смелого льва загнать в пастку так было у нас по иловайску так было по дебальцево поэтому ошибку которую мы сделали четырнадцатом году не став развивать идею создания резервной армии народной армии мы должны сейчас исправить то есть мы должны максимально иметь возможность помочь нашей армии случае вторжения путина и это вот идея защиты прав людей защита их от внутреннего врага по помощь армии в случае вторжения врага внешнего эта идея сил обороны украины за эти три месяца мы разработали учебную программу мы подобрали полностью всех преподавателей большое спасибо хлопцев котатошников которые предоставили на возможность под киевом организовать базу большое спасибо всем кто помог финансово мы сейчас за эти три месяца создали ну очень скромную базу сил обороны украины под киевом абсолютно законную значит и в эту субботу в 10 часов состоится уже первый сбор людей на тренинг по силам обороны украины будет подготовка командиров будет подготовка индивидуальная по работе в малых подразделений и дальше благословясь начнем по всей стране это тоже отдельный разговор можете задавать вопросы в комментариях завтра буду более подробно отвечать следующая по поводу развития организации друзья мы все видели что произошло в армении в армении произошло фактически народ поставил власть свою которая от него абсолютно не зависела на него плевала на место добилась демократическим законным путем смены этой власти и я вам хочу сказать причина достаточно проста они были лучше организованы они взяли свои три процента населения ну 5 процентов активных и из трехмиллиона армении подняли 100 тысяч не действует разных местах тактически правильно работали с армией со всеми и не нужно думать что у нас какое-то проклятое место у нас есть там товарищ наш ветеран донбасса женя шевченко он был два года назад в армении и он видел что то же самое было что и здесь одни смеялись одни шли там рестораны и кучка как назвали маргинала стояла на площади и что-то требовало борьбы с коррупцией лучшей жизни и вот прошло два года и блестящая власть скажем так показала людям что она гораздо их слабее я сейчас не буду оценивать действия пашиняна это спорные вопросы там россия не россия у них свои отношения я считаю что нам нужно не смотреть на то кто что говорит а смотреть на то как люди жители страны могут нормальный законно-демократичный способ поставить на место тех кто занял власть просто-напросто над ними издевается нарушает законы загоняя страну в прерву поэтому главный вывод после грушевского нам нужна организация которая сможет уничтожить власть кардиев и олигархи привлечь их к ответственности сделать так что в нашей стране была украинская власть потому что пока этого не будет никаких реформах речи быть не может только сначала очищение потом наказание и потом уже народ украины решит как мы дальше будем жить но все иллюзии на тему того что может быть смена власти реформы развития без очищения и наказания это все утопия мы за это время много у нас тоже изменилось сейчас провели встречи с людьми по хмельницкому по суммам вот недавно был егор соболев по херсону по харькову и у нас до осени мы планируем создать первичную организацию руха вызвания по всей стране вы пожалуйста заходите на фейсбук руха вызвания смотрите когда мы будем в вашем районе приезжайте на встречу за эти три месяца я перелопатил массу книжек по строительству организации могу уже после в чем-то посоревноваться с бывшим комсомольцем турчиновым век живи век учись как говорится значит и также у нас параллельная задача по киеву развиться до осени тоже в каждом районе создать первичные организации поэтому те кто заинтересован стать с нами в одни ряды силы обороны украины либо в рух вызвания заходите к нам на фейсбук пишите мне в личку и будете участвовать работе первичных организаций в своем районе когда мы создадим сеть беспосредельного спелкувания с людьми нам будет плевать на телевизионные блокады нам будет плевать на то что там они собирают тут спецпризначенцев тетушек нас миллионы сколько активных людей все но миллионы их совсем немного поэтому тут вопрос только в организованности я считаю что за три месяца мы очень серьезно в этом вопросе продвинулись ну что еще те предприемцы которые защищал рух вызвания ветераны береженко добрая до сих пор тримаются мы помогаем им отбить все атаки и рейдеров и юридическом плане тоже все нормально я абсолютно уверен что украина победит и вчера вчера когда моя семья приготовила мне торт на день рождения мне вчера было 44 года кстати большое спасибо всем друзьям побратимам просто знакомым которые меня поздравили мне было очень приятно я задул эти свечи их не было 44 но примерно столько же и загадал желание я загадал желание я хочу чтобы мы с вами увидели при нашей жизни красивую она и сейчас красивая богатую сильную украину которой свободен бизнес в которой доброчисленное управление в котором ответственные чиновники которые отчет под отчетные перед народом в которых сильная оборона в которых нет войны нет такой коррупции которой нет бедности такой которая сейчас и каждый человек может добиться успеха здесь чтобы молодежь не уезжала чтобы зарабить чане не искали где-то на клубнике заработать и чтобы наоборот те диаспоряне которые которые болит еще душа и которые имеют возможность самое главное у всех разная ситуация начали возвращаться уже сюда страну для нас и наших детей только не для депутатских а для украинских я надеюсь что точно так же и вы когда у вас будет день рождения чем я заранее поздравляю точно так же задуйте свечки свои и попросим и бога попросим самих себя попросим украинцев чтобы это наша мечта сбылась друзья начинаю уже почаще буду выходить час уже есть просто что вам сказать в эфир напишите любые вопросы в комментариях я все их переработаю завтра в это же время выйду на связь рад был всех бачите до завтра дякую